29 марта 2022 года в Государственной Думе было всеобщее одобрение действиям российских властей в Украине. А подводя итог, руководитель крупнейшего союза протестантов, подытожив, сказал, что все пришли к единому пониманию ситуации, к единству с проводимой политикой. Сейчас в интернет много споров на этот счет, как воспринимать то, что было сказано так называемыми духовными лидерами. Но мы не совсем понимаем или даже совсем просто не говорим и не обсуждаем, что могло бы и должно быть сказано. Вот один человек в этой связи, я вспоминаю, заявил после прошедшего Государственную Думу выборов свое особое мнение. Этот человек, член ЦИК России Евгений Калюшин, по-моему, фамилия его так, он не согласился с единодушным оправданием честности выборов, он смело выразил свое особое мнение. Он спокойно назвал вещи своими именами и не согласился, что выборы были честными. Он не епископ, он, напротив, член КПРФ, но провозгласил свою моральную позицию. Что бы вы сказали, если бы оказались на том круглом столе в Государственной Думе среди духовных лидеров? Горькое напоминание о том, что лидеры не духовные, лидеры вообще являются просто чиновниками, но я не скажу, что поставленными теми же службами администрации президента, которые всех назначают и всех поставляют. Но поскольку сама модель отношений государственной власти со всеми общественными и церковными и религиозными организациями, она однозначная модель, это единоначалье и подчиненности, покорности без всяких вопросов. Поэтому говорить, что это люди духовные, ну какие основания сказать, что это люди духовные? Кто из них встал и произнес духовную позицию, которая исходит от Бога, которой Бог есть любовь, который говорит, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Понимаете? Да не будет у тебя никакого кумира. Никакого кумира. А там прямо все декларировали свою и преданность кумиру, там все декларировали лживые наветы на народ, на целый народ, клеветнические наветы. И они спокойно вот так вот глядя в эту камеру, вот эту ненависть, какие духовные? О ком вы говорите, что там духовные? Они демонстрировали свое единство. Самый низкопробный человек, жаждущий крови, там был так же един, как тот, который вы называете епископом. И так же точно епископ демонстрировал свое единство с этими людьми, которые развязали эту жуткую мясорубку, где сотни тысяч, наверное, теперь уже полегли. И он говорит так, так с любовью будем дальше действовать. А вы говорите духовные. Какие духовные? Начальствующие, там единственное слово. И то это по такой глупости, которая в церковную среду пробралась. В церковной среде, где Господь говорит, больше из вас, тот, кто всем слуга. И вдруг она сегодня выросла абсолютно по лекалам безбожного мира. Начальники, подначальники, гвардейцы, советы, комитеты. А где там любовь? А где там служение? А где там умытые ноги? А где там прощение? Я почему снова возвращаюсь к этому? Обнажилось, обнажилось глубочайшее заблуждение современной организации, которую называют церковь. Понятно, что людей настоящих, святых и верных немало, как у Христа всегда был остаток. Но вот это единение людей, которых вы называете духовными, с людьми, которые бездуховными, которые клянутся в единстве своих пониманий и готовы, обнявшись вместе, демонстрировать свое единство не со Христом. Не со Христом, а с Антихристом. Что бы вы сказали с этой высокой трибуны? Что бы я сказал? Ну, все-таки, мне кажется, вот вхождение вот там, где решаются судьбы. Давно уже перешли красную черту, когда туда духовным людям уже выходить нельзя. Если бы там оказались? Если бы я там оказался, это фантазия. Поэтому, конечно, могу сидя в кресле фантазировать, то я бы сказал, по крайней мере, я бы сказал, вот так открыв Писание, вот эти тексты Закона Божьего я бы прочитал. Не хради, не лжесвидетельствуй. Там написано, не пожелай чужого, ни жены, ни соседа, ни огорода, ничего, не пожелай. Что мы можем в ответ на это сказать? Зачем мы оказались в Украине? С какой любовью мы туда пришли, если гибнут тысячи людей, десятки тысяч людей? И мы, люди, изображающиеся религиозных деятелей, вот здесь вот стоим, как армейские генералы. Даже армейские генералы такой агрессии не проявляют. Они знают цену вот этого всего победного, так сказать, шума, потому что там лежат наши солдаты, там лежат наши офицеры, там наши генералы даже лежат. За что они там погибли? Цитаты были, Юрий Кириллович, цитировали даже президента Путина, который цитировал Библию. Слова звучали, но почему-то остаток по содержанию... Потому я и говорю, что то, что мы называем духовным или мы называем религиозными лидерами, фильтрация давнишняя, это фильтрация уже вековая, когда религия, подчиненная власти светской, в лице вот таких служителей, которым давали карт-бланш, приглашая к нам за стол, давая нам какое-то от лица власти признание, вытравили абсолютно свое послушание Христу, свою уникальность настоящего посланника небесного, вытравили, превратили в обыкновенного чиновника, причем лукавого, извивающегося, как вот этот левиафан, человек, у которого совести уже не осталось, который лжет точно так же, как кушает хлеб. И мы сейчас говорим о духовности.